Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Не хочу нарушать традицию наших последних программ, когда я вам всегда передаю слово рассказать о том, о чем наша программа для тех телезрителей, которые, возможно, присоединились к нам только сегодня. Наша программа существует в таком режиме, похожем на психотерапевтические сеансы, и, возможно, она о психотерапии, потому что очень часто эти сеансы выстраиваются не в какой-то логической последовательности, они имеют рваный, не побоюсь этого слова, характер. Иногда кажется, что на сеансе ничего не происходит. Но если это психотерапия, если она длительная, согласованная, ну, про длительность сегодня, кстати, может быть, поговорим, что такое длительная или недлительная, да, но если, значит, специалист, психотерапевт или психолог договорились с клиентом, с пациентом о том, что вот эта форма лечения или форма помощи началась, то мы каждый раз к этому возвращаемся, что психотерапия не похожа на общение двух логичных и рациональных субъектов. То есть, перебью вас, сеанс психотерапии достаточно сложно пересказать другому человеку. Достаточно сложно. Ну, изложить как вот книгу, да, где есть там сюжет, фабула. Достаточно сложно, но важно, потому что если мы, специалисты, не будем этого делать, если мы не будем понятны в своем изложении, как психотерапия работает или как люди работают внутри психотерапии, ну, слово «работают» можно в кавычке взять, или как происходит лечебный процесс, то, конечно, мы и повредим делу, и люди, которым, как вы говорите, в первый раз сталкиваются с тем, что такое психотерапия, им будет непонятно, они, соответственно, наверное, не будут обращаться. Но это такой абсолютно какой-то логичный, естественный, понятный, разумный вывод. Поэтому действительно эта работа, которую не опишешь в нескольких предложениях, вот я попробовал говорить о ней, она непроста как раз тем, что два человеческих существа собираются, и да, один из них выученный, прошедший свои какие-то психотерапевтические сеансы, свою личную психотерапию, супервизию и так далее, да, но одна из самых важных идей, что ли, наблюдение, это не идея, а вот наблюдение, взятое из практики, что люди не рациональны в большей своей степени, не целиком систематизированы и просчитаны, мы сталкиваемся с чем-то в нас, ну, например, с эмоциями, с какими-то переживаниями, которые не раскладываются по полочкам, которые не начинаются и не заканчиваются по щелчку пальцев. Мы сталкиваемся с мыслями, которые вдруг вторгаются в достаточно стройное какое-то пространство. Приходит, например, человек на прием и говорит, вот с недавнего времени я стал думать о чем-то, о смерти, например, я стал думать, да, или я стал думать, у меня появляются страшные мысли, что я могу на улице, ну, вдруг упасть, и мне станет плохо, или что я выйду куда-то на публику, и я забуду текст, да, или я там покраснею, или еще со мной что-то случится, да, я этого боюсь и так далее, да. То есть, вот, ну, некое количество вот этих мыслей, этих переживаний. По традиции, большинство встреч с этого начинаются, по традиции люди стараются, ну, как-то вымести эти мысли, эти переживания, избавиться, вытолкнуть из своего сознания, из своего такого внутреннего пространства, да. Что значит вытолкнуть? Не думать, переключиться, успокоиться, перевести внимание на что-то, ну, переключиться, да, как я сказал. И обычно это не получается, или точнее так, когда это получается, пока это получается, человек не приходит. Так бывает, человек в течение, потом рассказывать, ну, я как-то два-три года старался об этом не думать, и, в общем, у меня более-менее получалось. Ну, или там женщина говорит, пока я была занята маленьким ребенком, родившимся, я вот там о чем-то не думала, да. Когда он вырос, вдруг эти мысли, с ними стало сложно справляться, да, с какими-то. И вот, в общем, мы отправляемся в эту, на эту территорию, этих переживаний и мыслей, да. Ну, у нас здесь такой, конечно, импровизированный сеанс психотерапии. Он не столько сеансов, но у нас же нет здесь пациента и терапевта. Я имел в виду, что по сути, я прошу прощения, что я вторгся, уже закончу мысль, по сути, происходящего, по тому, как наша коммуникация не заранее логически выстроена с вами. То есть у нас нет сценарий. Кажется, наши зрители, те, кто уже не первый раз смоют ряд, знают об этом. Она вот, ну, как-то берется из звонков, содержимое для коммуникации, да, из моего какого-то опыта, из вашего. Вот что я хотел сказать. И в этом смысле она, конечно, похожа не на асфальтированную дорогу, она вот что-то такое, лесочек какой-то, да. О чем мы сегодня поговорим? Вы упомянули длительность психотерапии. Или, может быть, у вас есть какая-то интересная история? Я всегда с удовольствием их слушаю, когда вы приносите... Ну, я понимаю, они не всегда, возможно, буквально, эти истории из кабинета. Но они обычно не буквальны, они всегда не буквальны. Что-то такое из жизни. И не знаю, как наши телезрители, но у меня очень часто откликается. Я нахожу что-то свое в ваших историях. Ну, спасибо за такой анонс. Я сейчас подумаю. Может быть, к какой-то истории подойду. Потому что то, о чем я хотел сегодня сказать, какие-то мысли у меня есть, да, какие-то заготовки, они базируются на истории. Ну, может быть, с историей к нам с какой-то сегодня кто-то из вас позвонит, уважаемые телезрители. Мы, соответственно, об этом поговорим. Да, телефон в студии 202-11-22. Звоните, у нас прямой эфир. Мы готовы поговорить с вами, выслушать вашу историю, ответить на ваши вопросы. У меня, скорее, не история, а такой момент, нюанс, особенность. Периодически так бывает. Мы сейчас говорим о частной, оплатной психотерапии. Я говорю, да. То есть не о той психотерапии, которая осуществляется в бюджетных учреждениях, где человек приходит, и эта встреча оплачена государством, да, или из его налога. Ну, полис ОМС. Да, полис ОМС. Я говорю сейчас о частной психотерапии, где человек, и ее больше сейчас, удельный вес ее больше. И, судя по всему, мы двигаемся в эту сторону, где этой психотерапии будет в удельном смысле, на мой взгляд, все больше. Хорошо это или плохо, ставим за кадром. Это отдельный разговор. Я думаю, что, ну, знаю, что здесь есть и за, и против. Но я вот о чем, о таком нюансе, когда за эту психотерапию или эту психотерапию оплачивает не тот человек, который приходит на нее. Ну, например, родители платят за своего взрослого, возможно, даже работающего, да, или работающего. Ну, например, да, их, вот опять классическая, для моей практики сейчас, ну, не классическая, а частая ситуация, где на прием приходит молодой человек или молодая девушка, студентка или студентка, вот, и оплату встреч в нашем центре производят родители. И периодически, а на начальных этапах этот вопрос обычно возникает, ну, или там два вопроса. Родители спрашивают, как долго мне придется платить. И идея здесь, ну, здесь несколько идей, которые вот этот вопрос готовят, да, ну, так мы думаем, почему родители такой вопрос задают. Ну, понятно, раз это оплачивается, значит, у этого должны быть какие-то очертания, во-первых. Во-вторых, вероятно, есть какой-то курс. Ну, мы смотрим по похожести, мы идем в любое другое медицинское учреждение, там всегда есть курс. Ну, такой... Ну, не знаю, там массаж 10 раз, например, там, да. Антибиотики, антибиотики, да, санаторий 21 день. 21 день, антибиотики, там, 2 недели или там как минимум столько-то, да, таких-то процедур столько-то. Вот, и в этом смысле уже достаточно давно посчитано и уложено в рамки финансирования вот это какое-то количество процедур, которые помогают при тех или иных заболеваниях, расстройствах телесных, да. Неврологию я тоже сюда отношу, потому что нервная система это материальный субстрат, как мы говорим, это тело, это все еще тело, да. И тут возникают проблемы первые. Психику сложно уложить. Можно. И до сих пор люди пытаются, и, скорее всего, нас тоже это ждет, да, где есть какое-то количество встреч, ну, условно говоря, там, краткосрочная или там среднесрочная психотерапия при таком-то расстройстве, при каких-нибудь фобических нарушениях, которые вот, ну, там, за 20 сеансов, за 25 мы должны справиться. И такой вопрос по аналогии есть, как долго будет длиться психотерапия, но в этом вопросе есть, но не то, что подвох, а скрытая, скрытая такая история, что ли, что мы не сразу, когда, даже когда человек приходит с какой-то симптоматикой, мы не сразу знаем, с чем, собственно, он пришел и какие он по поводу себя ставит вопросы, попробую упростить. Когда человек приходит на первый сеанс, рассказывает о себе, говорит, я хочу избавиться от страха, и дальше он задает вопрос, мои родители спрашивают, сколько это будет длиться, то на этот вопрос до тех пор нет даже приблизительного ответа, пока, ну, избавление от страха это же не замена микросхемы, вот мы о чем говорим, да, это же не такая процедура, где мы из головы человека изъяли страх и на это место что-то поставили или зашили и так далее, да. Страх каким-то образом или переживания, связанные с ним, вписанные в картину мира этого парня или девушки, он как-то понимает или не понимает свои переживания. Вот интересно, да, я перебью тоже в свою очередь вас, приходит молодой человек, говорит, вот мои родители спрашивают, сколько мне надо будет лечиться, я хочу избавиться от страха, но ведь в этом же вопросе уже заложен его некий страх, что он, ну, не знаю, не сможет быть хорошим сыном и вылечиться достаточно быстро и не быть в тягости для своих родителей вот в этом финансовом плане. То есть это как будто бы такой дополнительный груз для сеансов психотерапии. Вы очень верно заметили, и в этой ситуации мы можем говорить о том, что заказчиков психотерапии, ну, у нас есть такое слово, да, заказчик, оно как-то вошло в лексикон, может быть, оно не очень удачное, но, в принципе, принятое сейчас заказчиков психотерапии там, где пришел один человек, по большому счету не один, а два или три. Ну, например, этот человек, этот, ну, пусть это будет молодой человек, и два его родителя. Кто-то из них отдельно ли платит, или они из совместного бюджета это как-то выделяют, или они ему как-то помогают. Это уже немножко так нюансы. Но дело еще в том, что человек, который платит, он же тоже как-то для себя представляет результаты того, что он хочет Ну, ожидания какие-то есть, конечно. И тут тогда ваш вопрос очень в точку и очень интересный, потому что возникает фигура, не похожая на прямую соединяющую две точки, ну, то есть есть специалист, есть пациент в кабинете, да, а там еще несколько скрытых фигур, о них бы неплохо знать, потому что родители что-то ждут. Они ждут не просто окончания. У меня нарисовалась картинка, вот сидит специалист, сзади стоит родитель, и эта фигура, это непрямая, это такая вот, такая линия, огибающая пациента, и получается знак вопроса. Знак вопроса, да. И родители в этом смысле со своим вопросом, за вопросом, сколько это будет стоить, или как долго это будет длиться, стоят вопросы, а что с моим ребенком, так это, как быстро вы его почините. Ну, конечно, скажите мне как можно быстрее, что он уже нормальный. Мы с вами как-то обсуждали, что очень часто приходят и спрашивают, я нормальный? То есть приносят свои какие-то симптомы, жалобы, и пытаются найти как можно скорее ответ на этот вопрос. И вот вам, например, история по этому поводу, где молодой человек приходит со страхом, ну, с теми жалобами, да, или с такими проявлениями его психической деятельности, которые сейчас мы обычно называем паническим расстройством или паническими атаками. То есть это эпизоды внезапной тревоги, эпизоды внезапной избыточной тревоги, сопровождающейся физическими ощущениями, как то сердцебиение повышенное, повышенное давление, потливость, слабость в руках и в ногах, ощущение головокружения, учащенное дыхание, ну, вот я основные какие-то… Нехватка воздуха. Ну, да, в связи с учащенным. И, в общем, такие вещи, такие ощущения атакуют, возьмем в кавычки, да, потому что в данном случае как будто человек сам себя атакует, да, кто атакует кого в панической атаке. Ну, какое-то внутреннее содержание самого человека атакует его самого, да, как будто оно стало противником самого носителя, как будто часть психики взбунтовалась против, ну, носителей этой психики, да. И мы общаемся вместе с родителями, родители говорят о том, что вот мы не очень понимаем, мы прошли всех, включая неврологов, включая эндокринологов, включая терапевтов, сердце посмотрели, легкие, такая тоже, в общем, классическая история. И ничего у нашего ребенка не нашли, и, значит, вот мы пришли к вам. Родители в данном случае заказчики психотерапевтической процедуры, им интересно и важно, сколько это все будет длиться и так далее. Но то, как мы говорили с вами, перед этим нужно совершить определенную работу нам совместно, да, и выяснить вообще, а с чем мы столкнулись. Потому что даже если по факту это похоже на панические расстройства, а о чем… Ну да, то есть вы как доктор скажете, ну, у вашего ребенка панические расстройства. Панические, да. Вот, но мы же, нужно это каждый раз помнить, и я думаю, что, ну, я знаю, что специалисты это помнят, но хорошо бы про это помнить пациентам, что мы лечим не расстройство, а мы занимаемся лечением человека. Это важно, да. Потому что, собственно, то расстройство, с которым он пришел, является частью него. И вот мы выясняем, когда родители на время выходят из кабинета, оставляя нас один на один, мы выясняем, что, в общем, у парня такая ситуация, где с его, скажем так, ближайшим будущим у родителей очень много ожиданий, что он должен сделать несколько важных моментов. То есть они уже продумали его жизнь и, предполагаю, контролируют, чтобы он придерживался этого плана. В какой-то степени, да, мы так сейчас с вами кулисы как будто раздвигаем, потому что изначально, когда мы общаемся втроем, я вижу, что, ну, я не вижу, по крайней мере, родителей, насевших и так трясущих своего ребенка за грудки. Такое тоже бывает, но очень редко, когда прям требовательность и прилюдно проявляется. В общем, это интеллигентные люди в смысле поведения. Но потом, когда мы остаемся один на один, я узнаю, что молодому человеку нужно сделать несколько, за этот год несколько важных вещей, с которыми он формально соглашается, и он говорит, что я в принципе могу их не делать, но каждый раз, когда мы говорим, а что будет когда-то, если вы не будете, я на «вы» всегда общаюсь, если вы не сделаете то-то, то-то, ну вот мы так или иначе приходим к родителям. Это пример чего? Я далеко не буду углубляться. Это пример того, что мне нужно выяснить, эта работа началась, мне нужно выяснить, нам нужно выяснить для пользы дела, что сам молодой человек думает обо всем об этом и как он видит свой запрос. Мы об этом уже говорили, да? И что ждут по этому поводу родители? Потому что по опыту знаю, что здесь могут быть расхождения. В психотерапии молодой человек может двинуться в такую сторону, двинуться в хорошем смысле. То есть получается, родители платят за одно, но у них же свои ожидания. Они ждут, что, например, он… Видите, там разворачивается совершенно другое. Спасибо, да, вы сократили мои такие длительные размышления. Именно так мы представляем, что мы приводим немножко нарушенного, непонятно почему, ребенка, вы вернете его в строй, он сделает наконец то, о чем мы с ним договорились. Ну, тем более мы хотим только хороших вещей. Например, он должен поступить туда-то, туда-то, туда-то. Получить конкретную профессию. Да, и он еще несколько важных моментов должен сделать. Не факт, что это ему по сердцу. И можно так сказать даже, что иногда его мозги, его ум, назовем это так, на их стороне. То есть он себе их словами говорит, да, я должен это сделать. А внутри что-то сопротивляется. Это вот про заказчиков. Иногда даже в одном человеке заказчиков психотерапии бывает как минимум два. И когда мы начинаем об этом говорить, ну, я вижу улыбку на лице человека, сидящего напротив, он говорит, у меня что, раздвоение личности? Ну, я так немножко шутки решил добавить. Ну, иногда так получается, что одна часть личности хочет одного, а другая часть личности хочет другого. Ну, например, одна часть личности хочет любви от окружающих, от родителей принятия, а вторая видит возможность в этой любви только в том, чтобы исполнять предписания, то есть вести себя послушно, да, вести себя в соответствии с какими-то ожиданиями. А третья часть, возможно, хочет отделиться от родителей и начать свой самостоятельный путь по жизни. Ох, Елен, вы так усложняетесь, что... Ну, такое бывает, да. И, в общем, как-то этим частям приходится договариваться. Как тогда, кратко у нас немного времени, лучше сразу обговаривать, начиная психотерапию, что со временем лучше отойти от этой схемы, где родители оплачивают терапию и этому молодому человеку самому ее оплачивать? Как? Это не всегда реально, и обычно это нереально. Процедура такая, когда у родителей назревает желание поговорить, и они практически сидят под дверью кабинета, конечно, я говорю, ну, давайте пообщаемся, и, ну, с периодической, с периодичностью, с регулярностью какой-то мы встречаемся в кабинете, согласовав это с... Ну, с пациентом, да? С пациентом, да. И, в общем, мы какие-то точки над «и» расставляем, потому что эти и появляются по ходу. Одно и второе, третье и так далее. И потом, безусловно, наступает момент, когда нам пора расставаться. Слава Богу, такие моменты наступают. То есть я хочу сказать, что психотерапия, которая мне симпатична, которой я занимаюсь, которой я веду и в которую зову пациентов, она конечна по времени. Это не бесконечная история. И в этом смысле вопросы времени и денег – это скорее прикладные вопросы к содержанию. То есть нам сначала надо выяснить содержание, и потом обсуждаются вопросы по поводу длительности и оплаты. То есть вопрос, сколько это будет стоить, он стоит за вопросом, как вы понимаете, чего вы хотите, и как мы сможем этого достичь. Есть ли у вас понимание, да? Ну вот, наверное, так. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Я даже подумала, у меня назрели какие-то темы для следующих разговоров. Бывают ли родители недовольны, например, тем, что в итоге получилось с их ребенком в кабинете. И супруги бывают недовольны. Ну, на сегодня все. Спасибо большое. Спасибо вам, уважаемые телезрители. До свидания. До свидания.